Олег Васенькин работает в Дворце детского творчества с 2012 года. За это время его воспитанники объединения шашки завоевали множество наград на различных престижных турнирах. Среди его учеников – призеры первенства мира по русским шашкам, победители первенства России и области, всероссийских соревнований, четыре кандидата в мастера спорта. Звездная воспитанница объединения шашки Алиса Рубцова – обладательница премии Нижегородской области «Лучшие в спорте» в номинации «Молодое дарование в неолимпийских видах спорта». Кроме того, сам Олег Васенькин неоднократно участвовал в конкурсах профессионального мастерства. Директор ДДТ Светлана Калипанова написала обращение на имя главы города с просьбой наградить педагога почетной грамотой города Сарова. Вопрос рассмотрели на заседании Городской думы. Это прославление Сарова и это работа с детьми, дающая такие серьезные результаты. Это дорогого стоит и я думаю, что здесь вполне разумно, что коллеге не возникает вопросов про награждение Олега Григорьевича Васенькина почетной грамотой города Сарова. От депутата по 24-му избирательному округу Евгения Ваганова в Городскую думу поступило заявление о досрочном прекращении полномочий. Его рассмотрели на заседании мандатной комиссии. Но окончательное решение теперь примут только на выборах депутата, которые, скорее всего, состоятся в сентябре следующего года. Жители сегодня работают достаточно активно с общественными помощниками пока еще до принятия нашего решения действующего депутата. Я думаю, что мы здесь будем поддержку оказывать и председателю думы, и завестить председателю думы по решению тех вопросов, которые возникают у избирателей с данного избирательного участка. Здесь, конечно, жителей не бросают. Депутаты Городской думы отобрали кандидатов в новый состав молодежной палаты. В этом году приняли изменения в положение, и теперь участвовать в качестве кандидатов могли и самовыдвиженцы. Корреспондент канала «16» Анна Пилипец также прошла конкурсный отбор как самовыдвиженец и вошла в основной состав молодежной палаты. Анна была членом и предыдущего созыва. Кандидатов было больше двух человек на одно место в палате. И комиссия, мы честно отслушали всех, у нас один человек лишь не явился на точное собеседование. Мы отслушали всех, и члены комиссии были, сразу скажу, в очень затруднительном положении. Настолько высок был уровень претендентов. В связи с большим количеством участников предложили расширить список резервистов. Сейчас там 10 человек. Активных членов действующей молодежной палаты наградили благодарственными письмами. Подробнее о деятельности палаты и выборах членов нового созыва смотрите передачу «Актуальное интервью» с председателем Городской думы Антоном Ульяновым. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.